Заявки поданы, заявок больше нет. На неделе завершился прием вариантов талисмана, вторых европейских игр. Теперь слово за жюри, которому придется нелегко. На адрес организаторов конкурса поступило более тысячи заявок. Победителей призеров обещают назвать уже в декабре. Минск тем временем начинает жить евроиграми. В столице появились билборды с анонсом соревнований, а на мониторах в метро и в аэропорту демонстрируют тизеры турнира. Появился у Евроигры первый медиапартнер. Представители дирекции соревнований готовятся представить доклад о прогрессии в подготовке к играм на Генеральной Ассамблее Европейских Олимпийских Комитетов, которая пройдет уже на следующей неделе. А Елена Горельчика о самом интересном расскажет прямо сейчас. Более 1100 заявок и эта цифра продолжает расти. С таким количеством не справилась даже электронная почта. Поэтому работа по обработке данных у Министерства информации идет и в выходные. За победу в конкурсе на талисман борются жители всех областей страны. Одна заявка прилетела даже из Египта. У ДОТ ХОП-ХОП, Ярилка, Бульбазавр, Агеншик, Ваверка, Верка. Одним словом, выбор будет нелегким. Во-первых, этот выбор сделают профессионалы. У особенных этих профессионалов ведомые спортсмены, парламентарии. Той же Вадим Девятовский, ректор Белорусской академии Мостатства Михаил Борозна, керавники Национального Олимпийского Комитета. Я думаю, что они подойдут до этого с разными критериями. Некоторые работы на неделе были выставлены в Республиканском Доме Молодежи. Благодаря чему студенты нескольких вузов, кому удалось попасть на выставку, даже составили свой неофициальный рейтинг. Голосовали не лайками, а бумажными яблоками. Я выбираю этот талисман, потому что он мне крайне симпатичен. Это лично для меня. Здесь изображены васильки. Василек – это символ Беларуси, символ нашей Родины. Как за такое можно не проголосовать? Жюри соберется уже в начале недели. На первом этапе из всех заявок выберут несколько десятков фаворитов. Совпадет ли неофициальный студенческий рейтинг с реальным, узнаем уже в декабре. А презентация талисмана пройдет в одном из кинотеатров первого медиапартнера европейских игр. Здесь же перед сеансами уже демонстрируется тизер турнира. Наступило время ярких побед. О предстоящих евроиграх жителям столицы напоминают вот такие билборды и растяжки. Всего по Минску размещено порядка 20 конструкций. Тизеры можно увидеть на мониторах по всему зданию национального аэропорта, на автовокзале «Центральный» и в метро. Сейчас полным ходом ведутся переговоры с международными медиапартнерами для того, чтобы продвигать страну за рубежом на таких телеканалах, как «Евроньюз», «Евроспорт». Также ведутся переговоры и с новостным агентством «Россия сегодня». Порядка 20% от запланированного медиаплана для продвижения игр будет выполнено уже в этом году. В следующем запланировано разместить около 60% рекламного контента. В 2019-м медиаплан будет выполнен полностью. Все будет вокруг забрендировано. Указатели, городские, медиареклама, радиопартнеры, которые уже в ноябре и в декабре подключатся к нам с полным покрытием по всей стране. Александр Сухарев – лидер некогда популярной группы «Экивоки» со спортом «Наты». Футбол, теннис. В его спортивной карьере три пеших тура. Пешком от Минска дошел до Бреста, Солигорска и Витебска. Правда, соревноваться предпочитает не в спортивных конкурсах, а музыкальных. Вот поэтому и подал заявку на конкурс песни для церемонии открытия и закрытия евроигр. Мне достаточно интересно писать такую музыку, поэтому сложностей особых мы не испытывали. Опять же, я подал два варианта песни, поэтому интересно, что из этого получится. Все заявки на конкурс песни стекаются в театр эстрады. Победители получат не только дипломы, но и денежные премии в размере 100, 70 и 50 базовых величин. Но главное – их музыкальное произведение услышит вся спортивная Европа. Нужно было прислать текст песни на трех языках – русский, белорусский, английский. Нужно было прислать аудиозапись песни и ноты песни. Эта книга появилась всего месяц назад на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он прошел в Сочи. Тогда на презентации Евроигра любой желающий мог оставить свое пожелание белорусским спортсменам и организаторам соревнований. Среди подписавшихся находим имена Александра Карелина и Геннадия Зюганова. Желающих отправить белорусам месседж оказалось так много, что страницы в книгу пришлось добавить. Вот, например, записи Ордани, Зимбабве, Кубы. Желали всего самого наилучшего нашим белорусским спортсменам. За полтора года до начала Евроигр организаторами уже сделано немало, предстоит еще больше. О выполненных целях и задачах теперь нужно отсчитаться, что и произойдет 22-23 ноября на Генеральной Ассамблее Европейских Олимпийских Комитетов. Это будет первый доклад о проделанной работе. Мы будем представлять скорректированную по итогам последней консультации с европейскими экспертами спортивную программу. Больше ясности появилось по формату соревнований лёгкоатлетики комплектом медалей, которые там будут разыгрываться. Незначительные корректировки прошли в иных видах спорта, в велоспорте, в борьбе. Буквально через несколько дней после завершения Ассамблеи, которая станет отчетно-выборной, руководство Европейских Олимпийских Комитетов приедет в Минск, чтобы не только провести ряд встреч, но и своими глазами увидеть процесс подготовки к Евроиграм. В главном эфире Елена Горельщик, Надежда Сербиненко и Алексей Правдиков.